Добрый день, уважаемые зрители YouTube-канала «Россия в Муньере!» Сегодня с вами снова я, Владимир Глазков, и мы снова с вами находимся в Музее форменной одежды Российской императорской армии в Самаре на улице Ленинградской, Дум-23. Тема нашего сегодняшнего сюжета – это очередное развитие такой области, как форменная одежда военно-медицинских чинов. Сегодня мы поговорим о Мундее военного фармацевта. Многие удивляются, когда начинаешь рассказывать военные фармацевты, что делать фармацевту в армии. Дело в том, что в то время социальный статус человеку определялся не только денежным содержанием, не только данным ему властью, но и целым рядом льгот. В частности, в императорской России, как известно, всеобщее массовое здравоохранение, бесплатное, оно отсутствовало. То есть, да, была основана в 60-е годы земская медицина, но все-таки не всем она была доступна. А вот военные чины, офицеры все, ну, нижние чины, само собой понятно. Что касается офицеров, то и офицеры, и даже члены их семей, они не только пользовались бесплатным лечением от военных врачей, так они еще могли пользоваться бесплатно лекарствами. И для снабжения как военнослужащих, так и лечебных заведений военного ведомства самим военным ведомством была развернута целая сеть аптек и аптечных складов, то есть аптечных учреждений. В те времена готовых лекарств, к которым мы привыкли в упаковках, их практически не было. Были лекарственные вещества, которые фармацевт обязан был знать, как они смешиваются, как приготовляются. Готовые лекарства это было целое. Раздел медицинской науки назывался он «Фармакогнозия». И работники аптечной сферы, они должны были уметь лекарства составлять. Известные нам аптечные весы с чашками, разновесы с гириками, вот это вот все оборудование, оно составляло неотъемлемую принадлежность каждой аптеке. Поэтому, как правило, готовое лекарство представляло собой порошок. Порошок этот готовили и практически сразу давали больному. То есть такие лекарства долго не хранились. Это только конец 19-го, и особенно 20-й век принесли вот это вот новшество такое, как то, что сейчас называется готовые лекарства, и с длительным сроком хранения. Так вот, коль скоро существовала сеть аптечных учреждений, соответственно, нужны были люди, которые ее обслуживали. Вот это и были военные фармацевты. Причем в военное время вместе с военно-врачебными заведениями полевыми формировалась и сеть полевых аптечных учреждений, поливоенно-полевых аптек и также военно-полевых аптечных складов. Поэтому по фармацевтической части должности были вплоть до генеральских чинов, то есть до чинов в первых пяти классах. Фармацевты военные, как правило, они комплектовались из обычных фармацевтов, закончивших соответствующие учебные заведения гражданские и просто пошедших потом в армию, давших, соответственно, там не присяга, а там это называлось обещание на верность службы. Потом стали это называть присяга на верность службы, но в любом случае текст ее отличался от присяги для военных чинов. То есть это были чиновники, которые просто служили, вот занимались, так сказать, приготовлением и распределением лекарств. Поэтому и форменная одежда у них тоже была схожа с форменной одеждой военных чиновников, но при этом имела характерные для военных медиков отличия. Одно из таких отличий, как вы видите, это серебряный металлический прибор, темно-зеленый, но здесь достаточно своеобразный оттенок темно-зеленого, он даже немножечко отдает в синеву, но старое сукно темно-зеленое, оно перецветает подчас очень сильно и приобретает оттенки довольно неожиданные. То есть мы пришли к выводу, что это все-таки темно-зеленый, оттенок темно-зеленого такой. Вратника обшлага одного цвета с мундиром, выпушки красные, вот, к сожалению, здесь петличный галун несколько полинял от долгой носки, но тем не менее это аутентичный мундир военного фармацевта. У него такие вот галунные петлицы, на воротнике и на обшлагах у врачей петлицы были вышиты, у фармацевтов, соответственно, галунные. Кроме того, за заслуги во время русско-японской войны, вот как раз в деятельности полевых аптечных учреждений, фармацевтическим чинам в 1904 году были присвоены иппалеты. Того же самого образца, что и военным врачам, но потом военным врачам поле сделали иппалет бархатное, синий, а вот у фармацевтов оно вплоть до конца старой армии так и оставалось темно-зеленое суконное. Здесь просто немножечко иной оттенок темно-зеленого сукна, но тем не менее это вот темно-зеленые суконные иппалеты военного фармацевта. Примечательно, что во время Первой мировой войны ношение этих мундиров полностью прекратилось. Фармацевты как в действующей армии, как находящиеся в сфере действительно вражеского огня, они носили обычное защитное обмундирование, но с фармацевтическими, с узкими так называемыми военно-медицинскими погонами. Пуговицы и прочие знаки различия там оставались такие же, как обычно. Они вносили свой скромный вклад, было их, кстати, немного, то есть количество фармацевтических должностей на всю армию тоже, по-моему, что-то порядка 300-400 человек, если я ничего не путаю. И вот здесь фармацевт в чине титулярного советника это как раз заведующий аптечным складом или, может быть, заведующий какой-нибудь дивизионной аптекой примерно вот на этом уровне. Но мы считаем, что для темы медицины на войне важны все предметы, к ней относящиеся, поэтому такой вот скромный мундир украшает нашу коллекцию. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова